Всем доброго времени суток. Сегодня мы посмотрим в этом видео обзоре стратегию шорт-квизов, которую в частности применяю я в своей практике, также студенты в рамках группы применяют эту стратегию. В ней есть определенные нюансы со стороны силы, со стороны, скажем так, слабости и именно этим мы сегодня займемся, потому что, используя любую стратегию, вы должны понимать их сильные и слабые стороны. Итак, сейчас я включу монитор и мы с вами начнем. Итак, перед тем, как мы пойдем дальше, дополнительная базовая информация. Что такое шорт? Шорт – это взять взаимный инструмент по определенной цене с целью его продажи сейчас и затем выкупа по более низкой цене, возвращая займ, зарабатывая на разнице целей. Именно поэтому шорт-квиз, когда отступают продавцы в короткую, носит более агрессивный характер. Одна из причин – нехватка маржи на покрытие позиций. Закрытие убытков вместе с давлением покупателей зачастую приводит к сильным импульсам. То есть, наиболее агрессивные покупатели – это и есть те, кто закрывает шорт. Но вместе с тем еще заходят покупатели данного актива. Это и вызывает сильный импульс и повышенную волатильность. Здесь как раз приведен один из таких примеров. Шорт-квиз из практики. Например, Volkswagen. Как мы видим, были негативные новости, были шорт-тисты, продавцы в короткую и затем последовал шорт-квиз, выдавливая этих продавцов в коробку. Еще один из примеров – это GameStop. В начале 2021 года бумаги этой компании активно шортили. Это были непокрытые продажи. То, что нужно для шорт-квиза. GameStop – это крупная сеть розничных продаж видеоигр, приставок и аксессуаров к ним на территории США. Акции компании падали в течение 6 лет подряд. Диски в этой индустрии используются все меньше. Продажи игр уходят в онлайн. А у современных игровых приставок есть версии без дисковода. У GameStop постоянно сокращалась прибыль и только за 2020 год фирма закрыла свыше 400 пунктов продажи. Бумаги этой компании активно шортили на Уолл-стрит. Это были непокрытые продажи. То, что нужно для шорт-квиза. Крупные инвестиционные фонды активно закладывались в дальнейшее снижение курса ее архива. И весь 2020 год GameStop подтверждала эти прогнозы. В тот период шорт-интрест превышал 100% от Share Outstanding. Изменить ситуацию решили на популярной англоязычной платформе Reddit. Там есть подраздел WallStreetBets. Сообщество якобы, ну, мы не знаем доподлинно, кто за ними стоит. Потому что сложно поверить, что такой переворот могли сделать трейдеры-любители. Но, тем не менее, прикрываясь трейдерами-любителями, включающих почти 3 миллиона участников, сотворили подобный шорт-квиз. Да, конечно, на Уолл-стрит с шуткой смотрели на подобный момент. И, что может быть, шорт-квиз, особенно при таком фундаментальном внешнем фоне акции, глава компании Andrew Left публично дал GameStop название покротившегося ритейл-продавца из торгового центра Citron Research и высмеял трейдеров, пытающихся поднять цену GameStop. Тем не менее, инвестиционный фонд, потеряющий деньги, также начали выкупать эти акции. То есть, как раз произошел шорт-квиз. И к 26 января они достигли цены в 150 долларов. История как раз этой попала на страницы всех крупных мировых СМИ. А настоящим героем меня стал один из пользователей Reddit BitFuckingWell. Еще в 2015 году он приобрел пакет акций GameStop на сумму 50 тысяч долларов. В начале 2021 года они стали стоить почти 23 миллиона долларов. Каким образом подобную идею найти и реализовать, как шорт-квиз? Есть, конечно, много ресурсов. Один из ресурсов – это pinviz.com. Можно на инвестинге, например. То есть, то, что позволяет вам пользоваться скринером и отбирать акции с высокой долей шорт-флоу. Это как раз там, где вероятен шорт-квиз. Здесь на данном примере выбираем скрина. И я даже здесь поставил шорт-флоу овер в 10%. Да, чем выше шорт-флоу, тем выше вероятность подобного импульсного момента. Можете попробовать, например, 30% поставить шорт-флоу или выше. Ну, я уже, в принципе, в своей практике отбираю от 10%. Дальше технически смотрю на поведение цены на графике. P на E, опять же, ниже 5. То есть, акция недооцененная. Это дополнительный фактор, который позволяет выбирать акции еще недооцененные, которые могут, по крайней мере, сделать импульсное какое-то движение. Более того, зачастую акции делают еще один рывок, даже если стремятся к банкротству. Но я бы не рекомендовал по этой стратегии заходить в отдельную акцию и тратить на нее весь свой капитал, потому что в случае банкротства вы просто разоритесь вместе с этой акцией. Поэтому здесь должна быть разумная доля диверсификации. Даже если 5 или 7 идей из 10 не отработают, то 3-4 идеи вполне вам могут сослужить добрую службу. Ну и, естественно, country and USA. Все-таки США более надежная страна в плане ведения бизнеса и меньше вероятность банкротства. Дальше у вас после отбора на этот скринер попадают вот в таком виде акции, если нажать именно на просмотр графиков. И здесь уже вы подключаете именно технический анализ. То есть пользоваться исключительно фундаментальным анализом я бы вам не рекомендовал, потому что акция может просто идти вниз без откапок и дойти, в принципе, так и до банкротства. Поэтому вы должны еще понимать цену. В какой момент покупатели начинают проявлять активность, и вы можете с большей долей вероятности эту акцию отторговать. Несколько примеров, да, то есть, вот, например, акция из энергетического сектора, Archersources. Здесь P&E 304, она недооцененная, short flow. То есть вот вы смотрите. Здесь P&E. И short flow. Short flow, вот он, 11,21%. То есть уже, в принципе, неплохой. Но, как мы видим, акцию из недооцененности выжимают, выжимают выше и выше и выше. Важный нюанс. Опять же, не бить в хайп, потому что вы можете оказаться покупателем под самый хайп, а акция будет и дальше публиковать негативные отчеты. Когда вы подключаете технический анализ, например, как здесь, точка взлома тренда, ложный пробой инструмент, не продавили вниз, и вы понимаете, что еще и графически вы эту ситуацию схватили. То есть есть осознание того, за счет чего будут движения, не только на фундаментальном анализе, но и на графике. Тогда у вас гораздо больше шансов зацепиться. Иначе, например, как вот в этой акции, ПДЕ 3.37, short flow от 15.93 еще выше. Но, тем не менее, ее топят вниз. Да, здесь тоже была возможность попробовать этот инструмент. Например, как на пробой 5, очень часто 5, это ключевая цифра для хэпчфондов. Вот этот момент, в принципе, был торгуем. Дальше уже, если более детально в эту стратегию смотреть, то есть несколько вариантов работы со стопом. Либо вы работаете от расчетного стопа, чтобы нести меньше риски, либо от технического стопа. А тогда здесь будет играть роль размер позиций. Вы нести будете больше риски. Поэтому здесь нужно четко осознавать, какой размер капитала вы тратите на акцию. Ну, честно говоря, я бы на подобный инструмент не отдавал бы более чем 2-5% вообще от вашего капитала. Как я уже сказал, здесь должна быть очень большая доля диверсификации, чтобы не нести повышенные риски. Особенно такие акции очень часто попадают в биотеки. Ну, то есть даже если идея не отработала, а вступили с коротким стопом, вы, в принципе, много не потеряете. Но если акция выстрелила, вот как здесь шортквиз произошел в районе июля-акуста, то вы получаете очень неплохой юбус. Главное не пересидеть. Опять же, понимая, что акция слаба фундаментальна. Иначе может быть что-то вроде бы как BXRX. 0.64 дико недооцененная, шортфло тоже есть. 18% под 20%. Healthcare, Biotechnology, то есть биотехнологический сектор. Но здесь пока ни одного нету намека и сигнала на то, что ее нужно покупать. Ее просто покатают. Вот если будут появляться намеки, предпробойная база, ложные пробои, тогда ее можно попытаться взять. Но ни в коем случае нельзя торопиться. Еще один пример. CAR PNE 421, шортфло 12%. Даже если бы первый раз вы были неправы, например, вот здесь, и вас задели по стопы, то со второго раза, в принципе, эта идея бы отработала и дал неплохой импульс. Был и третий момент. Вот он. То есть, в принципе, когда вы идете от фундаментальной технической картине, жетко работаете со своим риск-менеджментом, то у вас есть хорошая вероятность на потенциале взять движение. То есть, это сделки от потенциалов. Вы при небольшом риске можете взять хороший импульс. Даже несмотря на то, что акция фундаментальна слова. Ну и напоследок хочу вам пожелать успехов как в инвестициях, так и в спекуляциях. Конечно, более подробно мы уже разбираем эти моменты в группах, дополнительные стратегии. Потому что у трейдера в арсенале, когда есть несколько стратегий, то он, конечно, торгует и с большей вероятностью, и с большей диверсификацией, более консервативной и более надежной. Всем всего доброго и до новых включений.